Дорогие друзья, очень приятно то, что такое количество людей приехало к нам сюда и выразило свой интерес к теме взаимоотношений ЕС и России, которые поделятся с нами своими точками зрения на сегодняшнем семинаре. И мы действительно с нетерпением ждем интересных дискуссий, которые за этим речением последуют. Также хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить всех организаторов за отличную выполненную работу. И я думаю, что по окончании семинара эта благодарность будет еще больше. В этом вступлении я хотел бы затронуть несколько тем, несколько измерений взаимоотношений России и ЕС. Я начну с экономического измерения. За последние несколько лет наблюдается тенденция экономического кризиса, экономических трудностей в Европе. И похоже, что этот кризис отодвинул Россию еще дальше от ЕС. И обе стороны явно построили по-новому приоритет взаимоотношений. И это весьма прискорбенно, потому что Россия очень важный партнер для Европейского Союза и для Финляндии. Также с финской точки зрения это наш крупнейший сосед и важный политический игрок на международной арене. И для нашей страны, и для ЕС Россия представляет огромное экономическое значение. И поэтому хорошо функционирующие отношения являются приоритетной сферой для обеих сторон. Взаимоотношения между Россией и ЕС взаимовыгодны, прежде всего, в экономическом отношении. Все время после распада Советского Союза очень важно для ЕС интегрироваться в сотрудничество в направлении создания общеэкономической зоны. ЕС – это крупнейший партнер России, а Россия – треть по величине партнер ЕС в отношении торговли. И мы знаем, что существует серьезная взаимозависимость, например, в энергетическом секторе, как бы то ни было. Повышение использования взаимоприятия энергии, сланцевого газа, жижно-природного газа и также различные схемы торговли выбросами. Баланс немножко перемещается, и ЕС не так уже больше зависит от России в энергетическом отношении, как раньше. Поэтому российская экономика испытывает серьезную потребность в диверсификации. Второе, как российская экономика растет на 3-4% в год. Тем не менее, рост несколько замедлился, и страна получила большую пользу от роста внешней торговли. И по всем этим причинам понятно, что в интересах обеих сторон дальше развивать сотрудничество между ЕС и Россией. И это известный факт, что повышение взаимозависимости является очень серьезным стимулом для обеих сторон в отношении решения совместных конфликтов. Этот принцип экономической интеграции – это то, на чем был основан ЕС, и в то время как взаимоотношения между ЕС и Россией становятся все более серьезными каждый день. Но, тем не менее, есть место для роста по целому ряду сфер. Также очень важно принять внимание огромное количество препятствий, которые стоят на пути нашего сотрудничества. Прежде всего, если упомянуть о торговой политике, любой процесс интеграции всегда является медленным. Но, кроме этого, либерализация, интернализация российской экономики – это очень громоздкий процесс. Например, в 18 лет шла речь о вступлении России в ВТО. И это, наконец, произошло в августе прошлого года, и многие надеялись, что это откроет новую эру торговли и экономического роста. К сожалению, многие говорят, что получилось совершенно наоборот. Протекционизм является очень сильным явлением, и российская граница по-прежнему является очень сложным препятствием в отношении дальнейшего развития. Нам также нужно принять внимание, что это было только в августе прошлого года, но, тем не менее, пока что развитие идет не в нужном направлении. И вопрос о тарифах, опять-таки, является очень важным. Например, вопрос о тарифах на древесину для финских торговых компаний. Это один из примеров, вместо того, чтобы облегчать торговлю Россией, установить новые ограничения. Дорогие друзья, у нас по-прежнему есть место для роста в отношении развития взаимоотношений между Россией. И прежде чем мы сможем провозгласить, что самоотношения хорошо функционируют, в то же самое время у нас есть целый ряд других тенденций, которые вызывают большое количество беспокойства. Согласно организации Human Rights Watch, в настоящее время политическое давление и репрессии в России находятся на высочайшем уровне за время послезаветской эры. Корреспонденты без границ поместили Россию на 148 место из глобальной классификации и глобального рейтинга 179 стран. Подстрекательность национализма и ограничение гражданских свобод являются совершенно обычными темами. В прошлом году большое количество закона было принято, которое ограничивается функционирование гражданского общества, особенно закон, который требует общественной организации, которая получает финансирование из-за рубежа, зарегистрироваться как иностранные и зарубежные агенты. И также и другие моменты есть. В октябре был другой закон принят, который расширяет понятие предательства. В ноябре был принят закон об ограничении интернета под эгидой защиты детей. Осуществляясь рейды офисов общественной организации и юридическая и судейская система не является независимой. Скорее, является политической системой. Также, кроме Магнитского и другие люди, которые попали, так сказать, попалу, имеют большие проблемы, и этот список можно продолжать. И эта тенденция является очень беспокоящей. Я уверен, что мы об этом еще сегодня достаточно тщательно поговорим. В качестве либералов нам нужно, конечно, говорить об этом открыто, не только по идеалистическим причинам, но также, прежде всего, по прагматическим. Это нынешнее взаимоотношение, которое можно назвать режимом, и отсутствие уважения к суверитетам других стран, это не уважение к партнеру. Это просто политика поворота другой щеки. Мы не можем отвернуться от того, что является нарушением основных прав и правопорядка. Нам нужно также поставить Россию в известность о том, что ЕС является полноправным партнером. и посмотрим, насколько жесткий подход ЕС на себя примет. Взаимоотношения основаны не только на действиях или их отсутствии. ЕС – это объединение 27, скоро 28 стран, тем не менее, без общей внешней политики. К этому было указано во вступлении, что Россия интересна, есть ли у ЕС номер телефона. В общем-то, это вовсе не облегчает взаимоотношения с Россией. Действия внутри ЕС могут быть очень медленными, и сигналы членов ЕС не всегда являются однородными. Дамы и господа, нельзя также не прокомментировать в отношении темы сегодняшнего семинара с точки зрения своего портфеля министра обороны. Социальные проблемы в России будут превалировать в ближайшем будущем. Коррупция очень распространена, и внутренняя политическая ситуация нестабильна, и органы власти пользуются властью произвольно. Российские органы власти подчеркивают превосходство социальной или общественной стабильности над свободой личности и экономическим ростом. Каких-то изменений в отношении внешней политики пока что не намечается. Россия подчеркивает свой статус супердержавы, сверхдержавы, которая основывается на постоянном членстве Совета безопасности, ядерного вооружения и обилии природных ресурсов, энергии, энергоносителей и сырья. Россия провозглашает политику невмешательства в дела других стран, хотя большинство международной общественности осуждает те зверства, которыми известен сейчас сирийский режим. Одна из основных целей президента Путина являлась в реформировании российских вооруженных сил. Российское государство хочет, чтобы его видели в качестве супердержавы, сверхдержавы. И эти цели были провозглашены президентом Путиным в отношении модернизации, которая была, собственно говоря, достигнута в свое время, в 1930-х годах. И Россия предстоит для ближайшей 10 лет инвестировать 500 миллиардов долларов в совершенствование модернизации своих вооруженных сил. Конечно, похоже на то, что и ЕС, и страны-члены должны осуществлять жесткий мониторинг реформы вооруженных сил России. И первый раз за продолжительный период времени Россия не является объектом какой-то военной угрозы запада или с востока. Тем не менее, риторика российского лидерства может, в общем-то, привести несколько к другому выводу. И это, безусловно, напоминает нам о ситуации 30-е годы. И нам нужно помнить себе, что, в общем-то, политическая ситуация в мире несколько другая сейчас, чем она была в 30-е годы. Военная реформа теми является, конечно, очень важной в отношении того, что Россия должна осознавать важность своих обязательств, которые на нее наложены в порядке вступления ВТО. Если страна хочет быть частью международной торговой зоны, необходимо строить взаимоотношения на взаимоважение и на соблюдение совместно принятых правил. Россия не может быть в этом отношении исключением. Также очень важно, чтобы ЕС оказывала давление на Россию в отношении основных прав, потому что свободная и открытая Россия на пользу не только россиянам, но и также здесь нам в отношении взаимоотношений ЕС и Россия. Также очень важно найти новую сферу сотрудничества России и ЕС. Одна из таких сфер – это арктическое сотрудничество, где у нас есть такие интересы, как экономика, транспорт, экология, природные ресурсы и также безопасность. В качестве либерала я твердо верю в то, что основные аспекты сохранения стабильных взаимоотношений в стабильной и функционирующей торговле – это открытый диалог и общие ценности. Россия очень открыто себя ведет, активно себя ведет на международных форумах, где требуется политическая воля, в частности, например, спасение и очистка Балтийского моря, которое сейчас освобождается от льда. И надо сказать, что Балтийское море – это одно из самых загрязненных морей в мире. В Санкт-Петербурге весной прошел форум Балтийского моря, и, насколько мне поставили в известность, развитие в этом отношении, в отношении сотрудничества является очень положительным. Приверженность и постоянные действия с российской стороны в отношении реализации положительной экологической политики в рамках плана действий Хилкома. И в этом отношении нам нужно, конечно, отметить, что зачастую сферу развития, сферу сотрудничества, где развитие является весьма положительным. К сожалению, недостаток доверия и взаимодоверие подрывает наше сотрудничество, и стабильность и предсказуемость обеих сторон являются ключевым моментом. И хотя, если существует общая внешняя политика, тем не менее, мы ратуем за политическую и экономическую интеграцию с Россией на такие же условия, как с другими странами. Пока что Россия оказалась не готова пойти по этому пути с другой стороны. Достаточно трудно понять, что Россия ожидает из своих международных партнеров и в чем заключаются ее амбиции, кроме желания стать силем игроком на международной арене. Таким же сильным, как она когда-то была. Лично я верю в положительное будущее и развитие его с нашим восточным соседом. Я всегда верил в мир с осуществлением и экономическое сотрудничество. Я считаю, что это путь вперед, хотя он может быть довольно-таки громоздким и продолжительным. Я с удовольствием открываю этот сегодняшний семинар. Я благодарен за тем, что такое большое количество выразило свой интерес и что мы заслужим такие интересные доклады. Поэтому мне очень приятно здесь присутствовать, очень приятно здесь вас видеть. И я с нетерпением жду очень интересного дня. Спасибо за внимание. Спасибо, господин министр, за ваши прямые слова. Сейчас вы представляете генеральному секретарю Советского международного вибрационного центра Мартину Энгебю. Доброе утро, уважаемые господа министры, уважаемые члены Европарламента, послы, гражданские активисты, друзья. Я представляю Шведский международный либеральный центр. Мы являемся частью либеральной партии Швеции. И мы осуществляем различные программы по содействию и развитию гражданских прав и свобод в таких странах, как Белоруссия, Россия, Тунис, Египт и так далее. Хочу напомнить вам, что организация данной конференции является частью работы либеральных политических партий. Что это означает? Это означает, что не может быть демократии без политических партий, которые играют важнейшую роль в демократическом строении общества. Либеральные партии как раз собирают людей вокруг себя и стремятся к улучшению общества. Либеральные партии идентифицируют проблемы и первыми ощущают востребованность перемен. Политические партии, естественно, также рассматривают различные варианты решения проблем, связанных с бедностью и с другими бичами общества. Необходимо подумать взвешенно, стоит ли от кого-то отстраниться или стремиться к диалогу, стоит ли стремиться бойкотировать кого-либо или, наоборот, стремиться вовлекать сотрудничество. И, конечно же, создание политической партии, хорошо функционирующей политической партии – это многолетняя работа. И необходимо определиться, в каком направлении политическая партия хочет работать. Естественно, политические партии участвуют в выборах. И мы видим, что в странах, где проблемы с политическими системами, системами, проблемы могут быть с выборами, с журналистами, с активистами. Но, когда речь идет о политической системе, о политической структуре, именно в выборах участвуют политические партии. Потому что за НКО, за журналистов на выборах голосовать по определению невозможно. И, конечно же, если вы являетесь представителем той или иной партии, очень важно также помнить, что вы в свою повестку дня должны включать вопросы по защите интересов наиболее уязвимых частей общества, различных меньшинств и так далее. И этим мы как раз и занимаемся в рамках сотрудничества, например, с шведскими социал-демократами в течение последних 15 лет. Мы содействуем развитию демократии в Швеции. И хочу сказать, что вот именно такое демократическое развитие в Швеции стало набирать обороты даже уже около 100 лет назад. И, конечно же, мы помним, что очень важно стремиться к прозрачности для достижения демократии. В России хочу сказать, что именно Яблоко принадлежит очень большая роль в содействии и развитии демократии. И отрадно, что так много членов партии Яблоко сегодня присутствует у нас на нашей конференции. И, естественно, это реальная политическая партия, которая работает в довольно трудных условиях. Но именно она и является истинной политической партией в широком смысле слова. Мы сегодня обсуждаем взаимоотношения между Россией и ЕС. Наши взаимоотношения между европейцами, шведами, россиянами на простом уровне великолепны. Проблем нет никаких. Между правительствами несколько более сложными. Даже что касается взаимоотношений между россиянами и российским же правительством, то здесь отношения иногда даже воспалены. Потому что много надо сделать еще для развития демократии в России. Каковы задачи нашей сегодняшней конференции? Найти адекватные подходы для достижения этой цели, хотя бы для подвижек в этом направлении. И все это направлено на построение благополучия и демократии. И мы знаем, что большое количество людей являются членами не просто политических партий, а либеральных партий. Они здесь присутствуют. И я что собираюсь сделать? Я собираюсь взять на себя ответственность. И я пытаюсь вот в этом ракурсе, в этом ключе завоевать доверие своих соотечественников, сограждан. И именно в этом ключе я вижу понятие либерал. Что значит либерал? Либерал – это тот, который защищает основополагающее положение либеральной политики. И именно основные права человека, свобода убеждений и так далее. Благодарю за внимание. Благодарю, господин НГБ. Сейчас хочу передать слово госпоже Астре Торс. Она является вице-президентом партии «Алды» и депутатом парламента Финляндии. Уважаемые гости, друзья, господа послы, министр. Я рада приветствовать вас здесь от имени партии «Алды», вице-президентом которой я являюсь. Может быть, вы заметили или не заметили, в прошлом ноябре наша партия поменяла название в прошлом году, в ноябре, как я уже сказала. И сейчас мы являемся партией «Алды», именно либералы-демократы в Европе. Ну а что это за зверь такой «Алды»? Ну это, в принципе, то же самое, что и «ЛДА». Сейчас мы называемся «Алды». Приятно видеть, что у нас очень хорошее сотрудничество осуществляется между «Силк», «Алды», «Яблоком», «Свенско-Бединг-Форбендед» и Народная шведская партия Финляндии. И на этом этапе я хочу поблагодарить организации, которые участвуют в сотрудничестве, за все их усилия по развитию этого сотрудничества. Спасибо большое. Но еще хочу сказать, что это сотрудничество, я уверена, будет и развиваться. И хочу также передать большое спасибо нашей Кристе Симбергу. Без самоотверженной работы и энергии данный семинар был бы невозможен. Если она находится здесь, среди аудитории, пожалуйста, Кристо, поднимитесь. Я уверена, что она где-то работает, и в любом случае мы после обеда, когда она к нам присоединится, мы ее поблагодарим горячими аплодисментами. Уважаемые друзья, наш семинар является возможностью для истинного диалога. Я смотрю на Россию, на ЕС, на диалог. Вы знаете, иногда похоже, что у нас нет диалога. У нас есть совещание между ЕС и Россией, но диалога иногда нет. Содействуем ли мы развитию взаимопонимания? Данный семинар также для нас, членов либеральной семьи, является возможностью укреплять наши связи и работать на благо нашего общества. Также надо помнить, что общества в России и в ЕС во многом схожи. То есть, не только общие цели у нас есть, не только общие границы, как уже говорил господин Карл Хаглунд и Общее Балтийское море. Если мы хотим достичь успеха, то я хочу сказать, что также политика Северного измерения была очень продуктивной и конструктивной. В рамках этого Северного измерения у нас было создано очень много партнерских связей. Господин министр Хаглунд также подчеркнул, что конкретная работа, направленная на спасение Балтийского моря от загрязнений, от эвтрафикации, имеет очень хорошие результаты. И Россия здесь, конечно же, участвует очень активно и выражает истинную приверженность данному вопросу. Следующий фактор, который общий для нас, это демографический вопрос. И у нас недавно здесь был совместный семинар между Яблоком и Алдой. Естественно, население наше стареет и в ЕС, и в Финляндии, и в России. И, к сожалению, в Финляндии именно эта проблема стоит особенно остро, наверное, более остро, чем во всех странах ЕС. И, естественно, в данный момент и Россия также сталкивается с этим проблемом. Россия является страной и иммиграции, и эмиграции. На данный момент такова ситуация, что народ в мире движется. И именно в рамках семинара между Алдой и Яблоком мы как раз обсуждали вопросы, связанные с миграцией, с трудовой миграцией. Мы обсуждали вопросы, связанные с тем, что надо сделать для того, чтобы трудовые мигранты ни в коем случае не игнорировались и не эксплуатировались. Но право на передвижение и на свободу передвижения – это одна из основополагающих свобод человека. Человек должен иметь возможность передвигаться туда, где он может полностью раскрыть свои способности. Что касается первым либералом в мире, то это был не Адам Смит, как могут подумать, а это был Андерс Кудениус. Он представлял как раз Швецию, он внес ряд политических инициатив в шведском парламенте, и действительно он был либеральным мыслителем. И как раз он в рамках своего выступления касался и миграции, которая должна основываться на принципе прозрачности. И я считаю, что мы должны придерживаться данного принципа и на сегодняшний момент. И мы, либералы, были впереди этого движения, начиная от Грэхэма Уотсона до Сесилии Мэлстром на начальной стадии работы ЕС в конструктивном сотрудничестве с нашими другими друзьями. Недавно в ходе своего интервью наш архиепископ Джон Уикстром сказал следующее. Чем больше у вас доверия в обществе, тем больше прозрачности. Чем больше прозрачности в обществе, тем больше всеобщего доверия в обществе. Именно доверие можно называть социальным капиталом. И я считаю, что, конечно же, северные страны, в том числе за счет этого, достигли больших достижений в науке и в построении социального государства и общества благосостояния. И похоже, что данный факт также был замечен и в России. На данный момент мы все-таки недостаточно работаем для повышения прозрачности нашего общества в Европе и в России. Есть свидетельства тому, что зачастую на данный момент также страдают права человека и ущемляются основополагающие свободы. Хочу упоминать следующее. Министры четырех государств ЕС, министры иностранных дел по инициативе Гуида Уэстер-Уэлла из партии ОЛД написали письмо президенту Европейской комиссии, в котором выразили свое беспокойство по нарушению фундаментальных прав человека и по поводу того, что не соблюдается верховенство закона. Также на прошлой неделе комитет по мониторингу парламентской ассамблеи Совета Европы предложил вновь начать так называемый мониторинг ситуации по Венгрии. Мы рады и горды, что именно член нашей партии Кестен Линдгрен из Центральной партии Швеции принимал активное участие в данной процедуре. Это означает, что все парламентарии по всей Европе выражают обеспокоенность по состоянию дел в Венгрии. Необходимо также упомянуть, что зачастую нас обвиняют в двойных стандартах. То есть мы можем обвинять других, в то же время не упоминая, что в ЕС не всегда все на высоте. Хочу сказать следующее. Дела обстоят не так. Мы обращаем внимание на нарушение прав человека везде, будь это у нас или не у нас. Также на прошлой неделе Нилс Мюсникс, комиссар по правам человека, во время представления своего ежегодного отчета отметил, что на данный момент обеспокоенности вызывают дискриминация, расизм, гомофобия, отношение к мигрантам, нарушение прав человека, прав ребенка, неэффективность национальных правовых систем. И это касалось как стран ЕС, так и России. И эти наблюдения, как я уже сказала, являются большой проблемой на пути демократического развития ЕС и России. И эти же самые наблюдения комиссар Мюсникс также охарактеризовал как постоянные проблемы для нас. Они же касаются и проблем лица без постоянного статуса в странах ЕС. Также к проблемам были отнесены и затрудненные условия работы НКО в России. И я хочу выразить свою крайнюю обеспокоенность по поводу закона от 2012 года по некоммерческим организациям, которые характеризованы по этому закону в качестве иностранных агентов. Я считаю, что данный закон нарушает права граждан на такую деятельность. И, естественно, сектор НКО не может адекватно функционировать при таком давлении. И деятельность официальных органов таким образом клеймит абсолютно незаслуженная деятельность НКО. Мы здесь говорим даже о стигме, которую получают НКО. Я уверена, что сегодня мы услышим больше информации о том, как органы официальные угрожают НКО, но также еще о том, что такие неправомощные действия не привели никаким юридическим разбирательствам. Также хочу сказать, что есть также информационный офис в Калининграде. Часть Северного Совета, секретариата министров, также был объектом такой проверки. И генеральный секретарь Северного Совета министров Даг Флем Хобред высказал следующее. В демократическом обществе крайне важно, что люди и НКО имеют возможность работать свободно и без страха вмешательства и контроля. Уважаемые друзья, мы, либералы, верим в развитие торговли. И господин Хагланд уже коснулся того, что действительно мы давно, долго ожидали вступления России в ВТО. И для нас было довольно большим разочарованием, что все равно барьеры и преграды не устранены на пути нашей взаимновыгодной торговли. Ни в коем случае нельзя отрицать, что есть большое количество направлений, в том числе и в российском обществе, где крайне востребованы реформы. Существует ряд двусторонних партнерств, направленных на модернизацию между некоторыми отдельно взятыми странами ЕС и России. И, конечно же, хочу сказать, что мы должны с нашей помощью в открытом мире содействовать адекватному развитию в России. Россия – это страна, где огромное количество хорошо образованных людей, очень активных людей. И я уверена, что мы должны направить свои усилия на справедливое распространение благополучия в мире. И чем больше мы торгуем друг с другом, путешествуем, взаимодействуем, тем лучше для наших народов. Уважаемые друзья, этими словами еще раз позвольте от имени партии Алды горячо поприветствовать вас на данной конференции и подчеркнуть, что я уверена, что у нас будет интересная и плодотворная дискуссия. Благодарю за внимание. Большое спасибо, госпожа Астре Турс. Сейчас у нас время на вопросы и ответы предыщим докладчикам Хаглунду, Энгебю и Турс. Можно сейчас задать вопросы, пожалуйста. Если вопросов нет, то я сама задам вопрос. Вопрос адресован госпоже Астре Турс. Вы упомянули проблемы прав человека в России и тот факт, что сейчас происходит с общественным организациям, которым необходимо зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Каков должен быть, по вашему мнению, финский подход к этой проблеме? Вы сейчас заслушали двух финских политиков, которые достаточно чётко сказали, что это очень трудная ситуация. И, в общем-то, конечно, несоответственно стандартам, которые у нас имеются. Я думаю, что когда... Почему на общественной организации так легко накладываются стигмы? Как я упомянула в своём докладе, у нас партнёрство, например, по экологическому направлению. Также существует огромное количество иностранных инвестиций, то есть совместных инвестиций в очистку Балтийского моря. Для тех, кто работает по линии Балтийского моря, общественной организации, промышленность, другие инстанции, являются ли они также иностранными агентами? Это такой вопрос, который тоже можно задать. Я, конечно, понимаю, что в определённый момент, и я как-то тоже упомянула, я понимаю, что необходимо иметь определённый надзор над тем, каким образом политические партии финансируются. И против этого, конечно, не может быть возражений. Но если определения в законодательстве являются расплывчатыми, то всегда есть риск злоупотребления. У нас в Финляндии мы очень немножко критически подходит к тому, что, если могу отсослаться на один момент, в отношении того, каким образом Европарламент и Еврокомиссия разрабатывают законопроекты в отношении политических партий. Потому что была оговорка о том, что Европарламент может запретить политическую партию. Это тоже, в общем-то, неправильно. Когда мы говорим об основных правах, то должно быть чёткие определения во избежание каких-либо злоупотреблений, из какой бы то ни было страны. Страны говорим о ЕС или о России. Но сам факт международного сотрудничества не говорит о том, что вы являетесь иностранным агентом. В этом отношении кто-нибудь хочет по этому поводу прокомментировать? Потому что у нас сейчас, в общем-то, есть время. Испания Лилия Шабанова, если вы бы прокомментировали по линии голоса, который сейчас находится на весьма затруднительном положении, вы можете говорить с местной, если хотите. А что такое? Огромное спасибо. Такое внимание к проблеме, которая сегодня действительно будорожит некоммерческий сектор России. Законы, которые были приняты в течение фактически лета этого года, я бы сказала, это законы все репрессивные. И законы, конечно, направлены прежде всего на уничтожение любого противодействия именно гражданского сопротивления. И власть, так я понимаю, разработала эти законы в некой последовательности. Закон против митингов. Я просто не буду сейчас называть на настоящее название этих законов, а просто по существу. Закон, который фактически может использоваться против любого выступления гражданского. И здесь речь идет не о политических партиях, а именно о гражданских выступлениях. Далее закон о клевете, который, в общем-то, переводится в рамки уже уголовного, уголовная ответственность. Это закон, который точно так же может работать против любой некоммерческой организации, потому что что такое клевета? Ну, например, ассоциация «Голос» переводит факты фальсификации, а суды не подтверждают эти факты фальсификации. Вот вам, пожалуйста, можно сесть за клеветом. Далее закон об агентах, то, что сейчас стало на повестку дня более остро, это закон, конечно, прежде всего унизительный для некоммерческого сектора. Это некая такая желтая звезда, это клеймо для того, чтобы фактически поставить некоммерческую организацию, получающую иностранное финансирование, в положение, ну, такого, как бы, мальчика для битя в обществе. И вот эта компания, которая развернулась сейчас, она развернулась полномасштабно, хотя никто этого не ожидал, вот именно полномасштабности этой компании. Когда принимался закон, было всем понятно, что закон принимается против нескольких организаций наиболее неугодных, и «Голос», конечно, была одной из такой организаций, потому что считала, что «Голос», ведя мониторинг выборов, занимается политикой. Но это как бы оценка парламента. И все формулировки, которые приведены, мы рассматривали эти формулировки еще летом на разного рода круглых столах, даже общаясь с Минюстом, и Минюст с этим соглашался, что они абсолютно распыточные. Нужно выйти на какие-то, хотя бы, регламентные формы, как применять этот закон. И разговоров было много, Минюст вел себя очень благодушно в этот период. Но когда поступили очень жесткие требования от Кремля, на самом деле, впечатление такое, что достаточно одного посыла и кивка президента. Достаточно было его одного вступления перед представителем ФСБ, где он сказал, что законы должны работать. Кто-то из зала спросил, почему не работает закон об агентах. Так вот, последовал такой посыл, и этого было достаточно. Достаточно для того, чтобы на сегодняшний день проверка осуществлялась в 600 некоммерческих организациях. Проверки осуществляются с нарушением закона о прокуратуре, потому что закон о прокуратуре не предполагает никаких плановых проверок. Он предполагает плановые проверки исключительно для государственных структур, а все остальное по доносам. Но вот прокуратура, бегая по некоммерческим организациям, вот эти самые доносы не представляет, а путается с законами, на основании которых она проводит сами эти проверки. Но, тем не менее, они идут очень агрессивно. Вместе с прокуратурой появляется так называемая «желтая НТВ», которая очень агрессивно опять-таки ведет себя в офисах, тут же задавая вопросы, вы иностранные агенты и так далее. Здесь же появляются разного рода инспекции от налоговой до санинспекции с требованиями совершенно немыслимыми по крысам и по флюорографии, и бог знает еще о чем. То есть это просто идет такая кампания давления. Если можно, вопрос. Что должен Евросоюз делать? Что может окружающий мир делать? Что должен быть ответ? Должна быть жесткая оценка вот той агрессивной кампании, которая есть. Должна быть, в общем-то, позиция Евросоюза в этом вопросе. Я думаю, ничего большего сделать, конечно, нельзя. Какие-нибудь комментарии, вопросы, пожалуйста, мысли. Я думаю, что мы вернемся во второй половине дня к этому вопросу. Сейчас у нас прерыв на кофе, и у нас конференция в кабинете с Ольбой прямо вот здесь вот рядом для журналистов. Таким образом, мы встретимся здесь в 10 часов 30 минут. Спасибо.